В апреле 2014 года, тогда премьер-министр Турчинов был премьер-министр, исполняющий обязанности, подписал закон об амнистии. Мы страна уманная, я не спорю, я занималась защитной деятельностью, защищала заключенных, в основном женщин, которые родили детей в условиях колонии. Но был подписан колоссально большой закон об амнистии, который выпустил и открыл тюрьмы для заключенных. Так вот, заключенных сразу подхватывали, вручали им подъемные, оружие, форму и на блокпосты. И когда у нас уже был референдум, мы уже по городу начали с вооруженные блокпосты выставляться, уже подняты были казачьи флаги, Российские флаги уже начали, ну еще редко, но подниматься, в основном поднимался у нас флаги города, поднимались там, флаг ЛНР поднимался. Российские флаги у нас, они появились ближе к июню месяца, именно триколоры. Вот, то на блокпостах очень много было заключенных, амнистированных заключенных. Причем, когда судьи отказывались их амнистировать, потому что иногда амнистия шла вразрез с некоторыми моральными или юридическими понятиями, то поступали звонки, иллюстрации, либо амнистия, либо иллюстрации. Вот она пришла, долгожданная. У меня, допустим, я знаю несколько, как бы, из ближайших окружений, ну люди уже, слава богу, то есть, не дай бог, я не знаю, как говорить в этом случае, пали на фронтах ЛНР, то есть, но человек зарезал своих родителей по пьяни, да, свою мать и отца он убил. Ему дали 15 лет, он отсидел 4 года и вышел по амнистии. Командир ополчения. Бурные продолжительные аплодисменты, что можно сказать. Были обращения Луганской апелляционной палаты, были обращения общественных организаций, были обращения правозащитных организаций о том, чтобы в период накала социально-политической обстановки не проводить амнистию. К кому обращения эти были? К Турчинову. Обращения были проигнорированы.